На старинном мосту из дикого камня, брусчатка гранитная, уложенная веером, такими большими чешуйками, эстетически это производило невероятное впечатление. Старинная брусчатка появилась на проезжей части во время ремонта дороги. Правда, полюбоваться на неё можно было всего несколько дней, рассказывает местная жительница Наталья Севрюгина. Уже сегодня утром историю скрыли под новым асфальтом. Для тысячелетнего города, который любит говорить о своей тысячелетней истории, иметь брусчатку хотя бы частично, хотя бы вот пусками сохранившуюся, пусть она не тысячелетняя, пусть она хотя бы прошлого века, но всё равно это просто для поддержания реноме старинного города просто необходимо, мне кажется. До этого момента, пока я не увидела эту скрытую брусчатку, я даже не знала, что такое Лебедевский мост, кто такой Лебедевский. Этот небольшой участок дороги породил интерес к истории, говорят защитники старины. С просьбой сохранить мощение они написали и на портал Госуслуг, и даже президенту. Лебедевский мост получил своё название в честь Александра Лебедева, одного из казанских городоначальников. Строительство началось в 1903-м, но средства вскоре закончились, и городской глава выделил на достающую сумму уже из собственных средств. Оттого мост ещё часто называют мостом слёз, а за необычную форму прозвали его и горбатым. Скорее всего, брусчатка появилась на мосту в 30-х, говорят знатоки. Ориентируются по фотографиям тех лет, но точной даты назвать не могут. Доподлинно известно лишь то, что это покрытие неродное. Изучая мощение Казани, я не встретил ни одного, ни единого документа дореволюционного, чтобы там был какой-то счёт на поставку именно брусчатки. Был только Акинский камень, очень плохой местный, и булыжник привозной, который стоил дороже. В любом случае, мощение старинное, и сохранить его необходимо, настаивают городские активисты. Уверены, что транспортным коллапсом это не обернётся. Объясняют тем, что левый поворот на Булаке запрещен, и уже следующим летом автолюбителям, которые едут по мосту, придётся пропускать велосипедистов. Наш веломаршрут насыщен исторической туристической составляющей. И вот, если говорить про этот мост конкретно, то он являлся одним из объектов истории. Одним из, как вы уже сказали, все знают, сам первый каменный мост города Казани. Старинную брусчатку город теряет не впервые. Так, год назад под слоями асфальта пропала одна из первых мощёных улиц Заречья, современная Лукницкого, вспоминают любители казанской старины. И надеются, что на Булаке ещё можно вернуть историю. Маргарита Постнова, Роман Фенин, Телеканал Эфир.